Дорогу в Черешню обещают восстановить за месяц. Об этом мэру Сочи сегодня доложил глава Адлерского района. В Сочи готовится к Пасхе. В храмах установят тревожные кнопки, а горожан просят привести в порядок могилы близких. Сбором мусора в Сочи займется единый региональный оператор. Об этом стало известно на собрании в честь Дня работника ЖКХ. В Сочи стартовал сезон Национальной парусной лиги. За титул чемпионов будут бороться 27 экипажей. Дорогое обещание. Вениамин Кондратьев предложил уходить с должности чиновникам, которые не выполняют озвученные обязательства. Такую идею губернатор озвучил госслужащим на часе контроля. Мероприятие, когда главе региона докладывают о сорванных различными ведомствами поручениях. Наши краснодарские коллеги побывали на разборе полетов и знают, кто работает хуже всех. Отучить чиновников давать пустые обещания, как оказалось, задача непростая. По словам начальника контрольного управления Максима Туровца, в некоторых районах озвученные обязательства не выполняют годами. Например, чтобы разобраться сегодня в поручениях губернатора, сорванных по срокам в Крыловском районе, понадобилось 35 минут. В муниципалитете уже два года не могут возвести пристройку к школе и почти год не ставят на учет зеленые зоны. Был установлен конечный срок выполнения поручения – июль 2017 года. Однако работа в данном направлении в районе ведется неудовлетворительно. В районе поставлено на кадастровый учет менее половины зеленых зон. Здесь у нас получается из 19 зон 9 поставлено, 10 находятся в работе. Сергей Викторович, по срокам, я думаю, еще, если можно, до середины года. У вас как сроки все прошли? Сколько вам время нужно для того, чтобы зелеными зонами задержать тему? Раз и навсегда. Если можно, до 1 июля. До 1 июля ставьте. Коллеги, вот здесь зоны, нам просто еще раз подчеркиваю, это парки и скверы. Вот они максимально очень строятся лакомыми в случае, если вдруг у вас появляются какие-то инициативные, в кавычках, застройщики. Поэтому защитите вы эти парки и скверы Крыловской и Крыловского района для будущих поколений. Просто защитите. А для этого она просто их поставит на кадастровый учет, чтобы они были парками и скверами, и рощами. А не просто территориями, которые, в случае чего, могут быть застроены. Затягивание сроков строительства новых школ – также одна из самых популярных на сегодня претензий контрольного управления. Кроме Крыловского района такая проблема и в Новокубанске. Как выясняется, основная причина в пресловутой бюрократии – служащие на местах просто не отправляют вовремя соответствующие бумаги для экспертизы проекта. Строительство школ, еще раз подчеркиваю, коллеги, это не обсуждается, а приоритет. Это приоритет. Школы и детские сады. Школа – это даже номер один. То есть, если мы говорим о серьезной экономике нашего края через 5-10 лет, то, конечно, ее надо растить сегодня в наших школах, эту экономику. Те, кто эту экономику, будут делать. И на это денег мы жалеть не будем. Еще раз, почему это приоритет, стратегический приоритет. Все. Притом, мы должны подойти к начинке школ, современнейшей начинки, чтобы наши ребята были по уровню подготовки не хуже столичных. Однако полбеды, когда строительство школы затягивается. Хуже, когда ее нет даже в планах. Вопросы у губернатора по ситуации в Краснодаре. По двум адресам в краевой столице возводят многоэтажные жилые дома без подготовки для детских садов и школ. Никакой точечной застройки и бескомплексного освоения территории быть не может, напомнил Вениамин Кондратьев. Мы договорились так со всеми муниципальными образованиями, со всеми главами, что выдаем разрешение вообще на строительство, тем более на точечную застройку, которая должна быть исключением. Только при условии, если мы понимаем, куда пойдут дети, которые, конечно, вместе с родителями заселятся, вот тут точно возведенное жилье, в какой детский садик, в какой детский садик и в какую школу. И если у нас рядом и даже ближайшие садики и школы переполнены, то там не может быть никакой точечной застройки. В ходе часа контроля назвали тех, у кого больше всего невыполненных поручений губернатора. Это Краснодар, Каневской и Крыловской районы, а также два краевых министерства. Природных ресурсов и жилищно-коммунального хозяйства. Самое опасное, когда власть обещает и не делает. Вот в чем вопрос-то, коллеги. Пообещали, вы не положь. Все. Тогда не обещайте. Об этом речь идет. И это правильный подход, коллеги. Если уже сказали, то сделайте. Если обозначили срок, сказали, будет вот так. Вот все. Значит, в этот срок и вот так, как сказали, так и сделайте. Это правильно. Это сегодня еще раз подчеркну. Нужно. Нужно для того, чтобы власти просто верили. В противном случае, кто так не может, значит, наверное, в бизнес нужно идти еще куда-нибудь. Но явно не во власти. Потому что власти другое назначение. Другое. И люди, которые во власти, они не работают, они служат. Возможно, для кого-то это стало откровением. Однако точно можно сказать, что за два года, которые губернатор проводит час контроля, количество невыполненных поручений уменьшилось наполовину. Александр Иванченко, Денис Москаленко, Алексей Комаров. Кубань-24. Краснодар. Дважды герой труда Кубани. Такое звание в Краснодарском крае присваивают впервые. Высокой наградой удостоился художественный руководитель кубанского казачьего хора Виктор Захарченко. Медаль маэстро вручил глава региона Вениамин Кондратьев на праздничном концерте, который собрал полный зал зрителей. Поздравить знаменитого дирижера с 80-летием приехали сотни людей со всего края и других уголков страны. В адрес юбиляра телеграмму направил Владимир Путин. Президент страны отметил уникальный вклад Виктора Захарченко в сохранение и развитие духовного наследия русского казачества и его традиции. Со сцены руководителя хора поздравили губернатор Кубани и председатель ЗАГС собрания края. Все, что сегодня творит, именно творит Виктор Гаврилович, поэтому оно в душу нам и попадает, поэтому и сопереживаете, поэтому и верите, поэтому и чувствуете в полном объеме каждую песню, каждый абзац. Любой звук, который с этой сцены раздается, попадает прямо в сердце. И музыка народная, даже если он ее автор, потому что он часть народа. Он чувствует народ, он чувствует, как он живет, он чувствует проблемы. И они сегодня есть, и их достаточно. И он помогает жителям Кубани и всей России не опустить руки, не упасть сегодня и не сдаваться. Ваш талант и самеотверженный труд привели вас к большому успеху, всемирной известности. Ваше имя на протяжении 44 лет ассоциируется с кубанским казачьим хором. Именно благодаря вам всемирная известность пришла к кубанскому казачьему хору. Ему рукоплескали на всех континентах. Под руководством Виктора Захарченко артисты кубанского казачьего хора искресили практически весь мир. Сегодня музыка маэстро популярна не только в нашем крае и стране, ее знают даже на других континентах. Сам Виктор Гаврилович признался, свои произведения он не пишет, мелодии приходят сами. После концерта подошла женщина и подарила она стихи. Не успел там глянуть, вот так же волнуюсь, людей там очень много. Положил куда-то, приехал, положил, не понял куда. А потом проходит, что много лет я там листаю всякие бумаги. О, какое стихотворение. И вот знаете, я музыку на самом деле не сочиняю. Это абсолютная правда. Музыка рождается просто моментально. Она вот откуда-то идет и все. И вот здесь родилась музыка. Но тема-то какая. Старпневе падают зерки. Земля расщедрилась плодами. Залитый сяевым сад не спит. Вин застылял весь дверь ружками. К поздравлению от губернатора Кубани и председателя Краевого Заксобрания Виктор Захарченко принимал и в более неформальной обстановке. Высоких гостей худрук хора встречал в день рождения в своем кабинете. За чашкой чая говорили о дальнейших творческих планах и развитии самобытной кубанской культуры. Ольга Десятого, телекомпания, ФКТ «Пою моё Отечество». В Сочи студенты борются за право представлять Сочи на зональном этапе фестиваля. Сегодня в Колледже искусств прошел городской этап краевого конкурса «Пою моё Отечество». Певческий талант самодеятельных артистов из числа молодежи сегодня оценивали в двух номинациях – соло и ансамбле. Парни и девушки пели песни о Великой Отечественной войне, а еще со сцены признавались в любви к отчизне и малой родине. Надо сказать, что фестиваль проходит в крае в 17-й раз и с каждым годом собирает все больше участников. Это студенты среднеспециальных и высших учебных заведений. Действительно, данные песни развивают сегодня у молодежи патриотизм. Мы проводим различные квесты на данную тематику, запускаем различные соревнования в соцсетях на знании песен. Студенты поют в каждом вузе песни патриотические, передают эстафеты, то есть глобальная работа. Победители городского этапа фестиваля «Пою моего Отечества» отправятся в Красноармейский район края на зональный этап. Ну а уже там определятся финалисты краевого конкурса. И к другим новостям. Красная Поляна сегодня оправдала свое название. Стала действительно красной, точнее кирпично-коричневой. В горах Сочи выпал цветной снег, а на побережье появилась мелкая пыль. Ее заметили в виде желтоватых облаков местные жители, а владельцам автомобилей пришлось лишний раз заехать на автомойку. Как объяснили в Сочинском гидрометеоцентре, сегодня наблюдается повышенное по сравнению с обычным содержание взвешенных веществ в воздухе, но не критичное. Причина такова. В результате пыльных бурь над Севером Африки в тропосферу попала пыль, которая частично была перенесена в Черноморский регион мощными воздушными потоками. Кроме того, на нашем побережье сейчас началось активное цветение. Пыльца растений в сухие ветреные дни тоже насыщает нижние слои атмосферы. При выпадении осадков все эти вещества оседают на земле. Синоптики отметили, что явление не угрожает населению города и экологии. В Сочи в ДТП пострадали три Мерседеса. Авария произошла накануне в 23.00 в Хостинском районе. По предварительным данным, 26-летний водитель из Нальчика, управляя автомобилем «Лада Приора», двигался с большой скоростью, не справился с управлением и врезался в припаркованный Мерседес. Тот по инерции столкнулся с еще одним стоящим Мерседесом. После этого второй, подбитый немецкий автомобиль, въехал в третий, тоже Мерседес. Жертв нет. В ДТП пострадал только виновник, водитель «Лады». Восстановительные работы на ползневом участке в селе Черешня идут полным ходом. Сегодня об этом и о том, как в целом благоустраивается Адлер в преддверии главного международного футбольного события, доложил мэру Сочи Анатолию Пахомову, глава района Сергей Петров. Адлерский район вот уже несколько лет является показательным. Большинство крупных, в том числе и международных мероприятий, проходит в Амеретинской низменности и на Красной Поляне. Естественно, что внимание властей приковано к этой территории. В нынешнем году ожидается огромный наплыв болельщиков и участников Чемпионата мира по футболу. Гости футбола будут в обязательном порядке не только смотреть футбол, но обязательно пойдут по нашему городу, в частности по Адлерскому району и должны любоваться красотами города. И, конечно, дело чести каждого горожанина, привести в порядок свой объект, свой дом. Но не все так могут. Вот каким образом администрация района будет планировать эту работу, выполнять ее и какую помощь окажут нашим жителям, если она понадобится в наведении порядка, то есть приведение к единому архитурному облику. Нами сейчас обследовано 840 домовладений, 620 где-то приблизительно из них соответствуют облику, и где-то 220 домов, где необходимо провести еще ремонтные работы. То есть это покраска крыш, это заборы, это дворы. Особое внимание уделяется не только жилому сектору, но и объектам торговли из сферы услуг. Здесь также необходимо обновление фасадов и озеленение территории вокруг. В этом году уже было снесено 14 нелегальных объектов торговли, на их месте обустраивают прогулочные зоны. Но при этом мы не должны забывать, что кроме той гостевой части района, есть у нас и другие села, в том числе и Черешня. Это улица Владимирская, Анатолий Николаевич, это очень серьезная наболевшая рана на нашем теле практически. Там было выделено 38 миллионов рублей, по-моему, за счет краевого бюджета. Определена подрядная организация. Сейчас работы уже начаты в этом направлении. Они вот на сегодняшнее утро, каждое утро мне докладывают по этой ситуации, уже 8 свай забитых. Речь идет о селе Черешня. Там случился в феврале серьезный опызань. Движение на личном транспорте организовали через объездные пути. Автобусы же следуют по обычному маршруту с остановкой перед оползневым участком. А через несколько десятков метров после него селян уже ждет другой автобус, готовый везти их дальше. Но сейчас восстановительные работы уже идут полным ходом. Строители обещают справиться с проблемой в течение полутора-двух месяцев. Также в селах Адлевского района на 20 улицах будет проведен ремонт и установка наружного освещения. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Позади большая часть Великого Пасхального Поста. Это значит, что близится главный православный праздник. В этом году Христово Воскресенье выпадает на 8 апреля. Подготовительные мероприятия начались в том числе и в нашем городе. Власти Сочи совместно с духовенством решают вопросы ремонта дорог, ведущих к храмам, определяют дни для проведения субботников на кладбищах. Особое внимание на совещание уделили мерам безопасности, которые необходимо предпринять в каждом приходе города. В администрацию города сегодня пригласили всех настоятелей сочинских храмов. Вопрос подготовки к такому знаменательному событию, участие в котором принимают десятки тысяч сочинцев, требует особого внимания, подчеркнул глава курорта. А также уточнил, каким церквям необходимо отремонтировать дороги, кому помочь с оформлением паспорта безопасности. Этот документ обязан иметь каждое предприятие муниципалитета. А согласно федеральному закону, все религиозные организации являются юридическими лицами. Поэтому ответственность за обеспечение безопасности прихожан лежит на них. Ну а в преддверии Пасхи православные храмы должны на сутки заключить договоры с лицензионными охранными предприятиями. Меры безопасности на всенощном бдении должны быть активизированы, отмечает Пахомов. К мероприятиям, которые пройдут в ночь с 7 по 8 апреля, будет особый контроль. Я предполагаю, что в этих ночных событиях будут принимать участие где-то порядка 60 тысяч верующих. Поэтому мы собрались вместе, в том числе и с полицией, чтобы заблаговременно предусмотреть все мероприятия. Здесь казачество, присутствует полиция. Мы должны, по большому счету, взять под контроль. За каждым храмом должен быть назначен ответственный или старший от казачества, от сотрудников полиции. В преддверии Пасхи обследованы все 39 городских храмов. Все обеспечены системами пожарной безопасности. А вот камеры видеонаблюдения установлены не везде, впрочем, как и некоторые другие элементы антитеррористической защищенности. Прошу вас предусмотреть на перспективу, в том числе, заключение договорных отношений на подключение кнопок тревожной сигнализации. Это прямые рекомендации антирористической комиссии города и оперативной группы города. Глава города подчеркнул, что в решении этих вопросов поможет муниципалитет. Сама же церковь напоминает, что готовиться к светлому празднику должны и сами верующие, причем не только с духовной точки зрения. Традиционно люди готовят не только свои тела к встрече с воскресшим Христом, не только свои жилища, но также мы вспоминаем и наших усопших. Мы призываем всех православных христиан, всех верных чад русской православной церкви привезти на Страстной Седмице, привезти могилы своих усопших в надлежащий вид. В течение недели на городских погостах будут обрезать деревья и сухие растения, вывозить мусор. А 31 марта решено объявить общегородским субботникам. В этот день у кладбищ будут установлены дополнительные контейнеры для мусора. В Сирию все откроют инженерно-математические классы для одаренных сочинских школьников. Соглашение между Центром и Управлением по образованию и науке администрации курорта было подписано накануне. Инженерно-математические классы планируются открыть в Сочи на базе 8-й гимназии и 59-го Адлерского лицея. Там ученики 10-11 классов три дня в неделю будут проходить обучение по общевразовательным предметам, в основном гуманитарным. А на уроки по углубленному изучению математики, физики и информатики старшеклассники будут ездить в образовательный центр «Сириус». Кроме того, под руководством ведущих ученых им предстоит осваивать спецкурсы по схемотехнике, 3D-моделированию и космическим системам. Сочинцы также получат возможность работать в лабораториях биохакинга и нанотехнологий над собственными проектами. Это, конечно, полноценная площадка для профориентации. Профориентации в новых направлениях подготовки кадров. И, конечно, очень важно, чтобы как можно раньше ребята познали, что им интересно. Научный парк развивается в сегменте работы со школьниками как инфраструктура, которая дает возможность очень рано попробовать. Что интересно для того, чтобы как можно раньше сделать выбор и продолжить движение. Обучение сочинских школьников в инженерно-математических классах начнется с сентября. Но отбор кандидатов уже стартовал. Проводится в два этапа. Первый – дистанционный. Он уже идет. В нем участвуют 90 старшеклассников. Дети зарегистрировались в базе. Они прикрепили свой портфолио, все свои достижения. И сейчас проходят обучение с помощью программы, предоставленной Яндексом, Сириусом. Проходит дистанционное обучение. Всех, кто сдаст экзамен хорошо, зачислят в специализированные классы. Второй этап в апреле. Это олимпиады по математике, физике и информатике. Победители и призеры также получат приглашение посещать инженерно-математические классы в Сириусе. Ольга, 10-го, телекомпания, ФКТ. В этом году Союз журналистов России отметит свое столетие. В связи с юбилеем решено внести изменения в проведение традиционного фестиваля «Вся Россия». Перемены коснутся и места проведения, и самого формата фестиваля. Сейчас определяется дата, предварительно сентябрь-октябрь. Напомню, уже почти 10 лет он проходил в Дагомысе, и вот теперь организаторы решились на перемены. Об этом говорили сегодня на встрече председателя Союза журналистов Владимира Соловьева. И главы Сочи Анатолием Пахомовым. Сегодня выбор организаторов пал на центр города, и конкретно Зимний театр. Здесь планируется проведение церемонии торжественного открытия и закрытия форума. В исторической части Сочи в рамках фестиваля пройдут и многочисленные мастер-классы, круглые столы. В этом году на фестивале организаторы ждут 800 участников. Мы, конечно, понимаем, что если мы выберем точку в центре Сочи, то море и красота вашего города прекрасного, она будет очень сильно конкурировать с тем, что будет происходить в залах. Но мы надеемся сделать так, чтобы и в залах, и на дискуссиях было настолько интересно, что эта конкуренция каким-то образом все-таки перевешивала. На фестивале планируется обсудить проблемы печатных СМИ. Многие из них находятся на грани выживания. Сложности испытывают и телеканалы, не попадающие в мультиплексы. И, конечно, новые представители прессы, блогеры расскажут о своей деятельности. Форум, на который приедут и сотрудники региональных СМИ, без сомнения, будет полезен и Сочи. Глава города выразил уверенность, что журналисты донесут до читателей и зрителей свои яркие впечатления от курорта. Как рассказал Владимир Соловьев, президент России уже одобрил появление звания «Заслуженный журналист России» или «Заслуженный работник СМИ». Ожидается подписание соответствующего указа главы государства. Вполне возможно, первые награды будут вручены на юбилейных торжествах. Сегодня в Сочи с профессиональным праздником поздравили работников ЖКХ. Грузчикам, слесарям и мастерам городских ресурсоснабжающих предприятий вручили благодарственные письма за вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства. К слову, в хозяйстве в этом году грядут перемены. В зале все те, кто помогает сделать жизни сочинцев более удобной и уютной. Именно они, сотрудники ЖКХ, обеспечивают в домах наличие воды, газа, света и тепла. Убирают во дворах, парках, на улицах и на дорогах. Многие посвятили своей работе всю жизнь, как, например, Юрий Васильевич Кузьмин. В городском Сахе он работает 45 лет. Начинал учеником автослесаря. В 80-е был директором спецавтохозяйства. Сегодня трудится специалистом по охране труда. Как уходить? Жилищно-коммунальное хозяйство, чистота города – это очень важный вопрос. Ну, кто, если не мы? Надо помогать молодым, потому что работы очень много, требования очень высокие. Так что стараемся. Кстати, именно в этой сфере ЖКХ в этом году грядут перемены. В городе должен начать работу региональный оператор, который будет отвечать за сбор и вывоз твердых коммунальных отходов. Это будет означать, что в городе вместо 18 компаний, которые собирают твердые коммунальные отходы, будет работать одна компания. И мы будем понимать тогда точно, кто собирает и кто отвечает за мусор. Мы продолжаем изменение дислокации контейнерных площадок по всему городу. Мы получили решение правительственной комиссии и надеемся, что будет решение правительства в скорое время о том, что в городе Сочи будет строиться завод по термической переработке мусора. Вот эти нововведения нас ждут. Они направлены на благо жителей и гостей города Сочи. Работу предприятия, а также реализацию всех нововведений курирует департамент городского хозяйства. Буквально несколько месяцев назад его возглавил Алексей Толмачев. Отрасль знакома, отрасль интересна, сложна, но она очень социально активна. Когда есть все ресурсы, есть все услуги, жители не замечают работы наших коллег. Как только прекращается подача одного из ресурсов, перебой чувствуется, некомфорт возникает. Свой профессиональный праздник работники коммунального хозяйства отмечают накануне горячей поры. У одних завершается отопительный сезон, у других с началом курортного сезона резко увеличится объем работ. Но отметили на собрании, все службы к этому готовы. Галина Моисеева, Инга Габеша, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Битва сильнейших яхтсменов страны. С таким девизом сегодня на курорте стартовал сезон Национальной парусной лиги. За титул чемпионов в Сочи будут бороться 27 экипажей, в том числе один местный. А уже через неделю свой парусный марафон начнут участники премьер-лиги. Противостояние сильнейших яхтсменов страны будет проходить в ближайшие выходные в самом центре Сочи. Гоночная деревня расположилась на центральной набережной напротив фестивального. Сегодня здесь состоялась торжественная церемония открытия сезона Национальной парусной лиги. Организаторы отмечают, соревнования становятся все масштабнее. Причем настолько, что принять всех желающих возможности нет. Количество сильнейших экипажей в этом году – 27. География участников – от Владивостока до Калининграда. В полном составе и уральская команда «Повелитель паруса Азия» – лидеры прошлого года. Мы в том году победили абсолютный зачет лиги, и мы попали на Нордстрим. Мы будем представлять Россию на регате. Мы стартуем из Германии в Копенгаген, Данию, из Копенгагена в Стокгольм, из Стокгольма в Хельсинка, из Хельсинка в Петербург. Будем стараться максимально хорошо выступить, как раз уже на международной арене. Гонки на Черноморье яхтсмены оценивают неоднозначно. Здесь все спорно, и на этих волнах главное – внимание, говорят повелители паруса. Место интересное. Действительно, ветер тоже такой нестабильный, очень интересный. Его не видно. Рядом горы сейчас покажут этап, на что мы натренировались. Национальный праздник парусного спорта будет двухнедельный. Опять-таки, из-за количества участников и насыщенной программы. После высшей лиги в Черное море выйдут команды премьер-лиги. Их 18-ти, и они также прибыли в Сочи со всей России. Сезон мы всегда начинаем именно в этом месте. И мы очень довольны тем, как нас и город принимает. Мы его любим. Мало того, мы зимой не расстаемся, потому что мы проводим зимнюю серию радио Монте-Карло в Сочи. И огромное количество гонщиков со всей страны приезжают сюда зимой гоняться. Поэтому нам очень хотелось бы, чтобы как можно больше команд из Сочи участвовало. И как можно больше болельщиков, жителей Сочи, болело за своей командой. С целью популяризации парусного спорта Федерация на этот раз подготовила и детскую программу. Здесь же, на Приморской набережной, юные зрители примут участие в мастер-классах. Проведут для них и соревнования на воде. Одним словом, Федерация готовится учредить Национальную детскую парусную лигу. Финал же взрослой Национальной парусной лиги на этот раз состоится в Севастополе. Галина Моисеева, Инга Габеша, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габеша. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго.